Напомню, в ходе предварительного внутрипартийного голосования, которое проходило на курорте с 8 по 11 июля, в Сочи состоялись встречи кандидатов с выборщиками. По результатам этих встреч лидером для последующего выдвижения кандидатом на должность главы города был определён действующий мэр Анатолий Пахомов. И накануне члены полицовета партии в ходе тайных выборов единогласно утвердили эту кандидатуру. Я благодарен своим однопартийцам за выдвижение и хочу сказать, что вместе мы обязательно победим. Впереди у нас очень много дел, нам надо действительно завершить всё начатое, сделано очень много, глобальные задачи решены. И сегодня очень важно уделить внимание каждому конкретному жителю нашего города, каждому отдельному объекту, который построен в нашем городе. В конце концов, нужно до конца решить вопрос с переселением людей из ветхого аварийного фонда, нужно завершить решение вопроса по реконструкции энергораспределительной сети уже в Лазаревском районе, на окраинах города Сочи, чтобы уже точку поставить в вопросах энергообеспечения города. Напомню, о своем выдвижении на должность главы Сочи уже заявили три человека, все кандидаты, так же, как Анатолий Пахомов, это представители политических партий. Это Алексей Бочкарев от партии ЛДПР, член КПРФ Игорь Васильев и Антон Кириченко из партии Патриоты России. Добавлю, что последний срок предоставления документов в избирком 30 июля. Сами же выборы мэра города состоятся в единый день голосования 14 сентября. Продолжение следует...